Добрый день, дорогие друзья! Каждый из вас слышал слово «олигарх». Я тоже слышал. Причем, в основном, конечно, по отношению к себе. Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. А кто это, олигарх? Что значит это слово? Олигарх – это человек, обладающий и деньгами, и государственной властью. Причем власть используется им для обогащения. Так были ли в истории современной России олигархи? И кто они? Вот давайте посмотрим на двух персонажей. Имя одного из них сразу приходит в голову при слове «олигарх». Хотя он в полном смысле слова олигархом не был. Это Борис Березовский. Второй выдает себя за тапочки Путина. Хотя он как раз является настоящим олигархом. Это Игорь Сечин. Вот почему Березовский олигархом не был? Конечно, Борис был богатым человеком. Он любил роскошную жизнь. Яхты, дворцы, частные самолеты. Но вот наличие власти у Березовского, его влияние на государственную политику сильно преувеличено. Во многом он сам старался создать себе вот такой вот образ. Широко известна история участия Березовского в назначении Бориса Немцова, вице-премьером. Роль Березовского в этом была нулевая. Но он сумел узнать о назначении одним из первых и добежать до Немцова и сказать ему, что это его Березовского заслуга. Там один нюанс был связан с Татьяной Борисовной. Вот какой. Перед тем, как Татьяна Борисовна ко мне в Нижний Новгород, в Кремль приехала. Приехал Борис Абрамович. Приехал Борис Абрамович. Конечно, был период, когда Березовский был и богатым человеком, и заместителем секретаря Совета Безопасности. Однако длилось это всего один год. Да и Совет Безопасности в то время был скорее синякурой для отставников, чем каким-то влиятельным органом. Политические решения в 90-е годы принимал только один человек. Это Борис Ельц. Единственными людьми, которые на самом деле имели постоянное серьезное политическое влияние на Бориса Ельцина, это вот были его дочь Татьяна и ее муж Валентин Юмашев. Впрочем, сверхбогатыми людьми они стали уже при Путине. Почему же при этом Игоря Сечина я считаю настоящим олигархом? Сечин никогда не занимался бизнесом. Ну или предпринимательской деятельностью. Ленсовет, мэрия Санкт-Петербурга, администрация президента, правительство. Даже работа в государственной компании «Роснефть» не является бизнесом. Ну или предпринимательством. Сечин формально наемный менеджер. А на самом деле просто смотрящий кремлевской преступной группировки. К слову, для наемного менеджера Сечин крайне неэффективный. Если бы существовал конкурс на неэффективных менеджеров, то Сечин и его, наверное, умудрился бы проиграть. Так вот, почему я говорю о Сечине как о настоящем олигархе? Давайте начнем с денег. В «Роснефти» Сечин получает очень большую, если так можно сказать, зарплату. По оценкам журналистов, Сечин получает в год от 12 до 50 миллионов долларов. Не буду переводить это в рубли, а то нулей не хватит для вычисления. Это очень много. Это гораздо больше, чем должен получать государственный менеджер в небогатой стране. Это слишком много для тех успехов, которые «Роснефть» демонстрирует в производстве. Ну и, конечно же, столько не стоят управленческие таланты, Игорь Иванович. Поверьте, даже если уменьшить зарплату Сечина в 10 или в 100 раз, то «Роснефть» не потеряет своего руководителя. Тесла, Эппл или Амазон не бросятся переманивать Сечина к себе на работу. Такой менеджер, кроме Путина, вообще никому в мире не нужен. Да, это ужасная идея. Ужасная. Его не надо покупать. Ну, интересно сравнить пусть и завышенную зарплату Сечина с его расходами. У нашего госслужащего обнаруживается много чего интересного. Вот, например, почти 90-метровая яхта за 150 миллионов долларов. Давайте оставим в стране вопрос, зачем она в принципе нужна. Я, к примеру, никогда не понимал, в чем удовольствие от обладания океанским лайнером, который ты используешь три раза в год. Ну, вы знаете, что только обслуживание такой яхты составляет приблизительно 10% от ее стоимости каждый год. Каждый год Сечин должен тратить порядка 15 миллионов долларов просто на содержание яхты. А она у него не одна. Еще у Сечина есть участок в Барвихе стоимостью 60 миллионов долларов. Есть также собственное огромное охотхозяйство с вертолетными площадками в Тверской области. Ну, и, наконец, из недавнего Игорь Сечин купил квартиру в Москве. Не первую, конечно, но и это поражает воображение. Не только ценой. Хотя 2 миллиарда рублей за квартиру – это очень много. Это, например, в 11 раз больше, чем Роснефть направляет в год на благотворительность. В квартире 5, не комнат, 5 этажей площадью 1229 квадратных метров. В такой квартире может поместиться вся Сечинская скотина и заход хозяйства на Тверской области. Или там может жить вся многочисленная команда огромной яхты. Ну, нет, там живет один Игорь Иванович, скромный госслужащий в скромной пятиэтажке. В смысле, в пятиэтажной квартире с хамамом, кинотеатром и винной комнатой. Вы поймите, я не против роскоши. Но не за госсчет и не для слуг народа, живущих на деньги налогоплательщиков. А ведь расходы Сечина ставят его в один ряд с богатейшими людьми не только России, но и всего мира. Причем мы не обладаем всей информацией о богатстве Сечина. Мы видим лишь некоторую часть, которую он не сумел спрятать. Но и эта часть позволяет нам говорить, что чиновник и государственный менеджер Игорь Сечин уж никак не беднее символа олигархического капитализма Бориса Березовского. Ну вот, с деньгами разобрались. А как у Сечина обстоят дела с властью? Долгое время Игорь Иванович совмещал работу в государственных органах власти и работу председателем Совета директоров Роснефти. Как потом выяснилось, он готовил себе место. При поддержке Путина и при помощи силового ресурса Сечин раздербанил несколько частных компаний и захватил их активы. Любую бизнес-проблему Сечин легко решает за счет государства. Так в декабре 2014 года ради помощи Роснефти правительство и Центральный банк обрушили курс рубля на 30%. На 30% разом стало беднее все население страны. И только потому, что у Сечина концы с концами не сходились. А еще Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу. Глава компании возглавляет государственную комиссию по регулированию этой самой компании. Это то же самое, как алкоголик бы возглавил вытрезвитель. Ну и наконец, у Сечина долгое время было свое только ему подчиняющееся подразделение в ФСБ. Вдумайтесь. Часть мощнейшей спецслужбы страны работает не на государство, а на отдельного человека. Такой власти никакому Березовскому никогда и не снилось. Шестая служба ФСБ под началом генерала Олега Феоктистова так и называлась – Сечинский спецназ. Надо завести дело для отъема активов? Пожалуйста. Посадить неугодного министра? Будет сделано. И это ни для кого не секрет. Об этом говорят и пишут в открытую. В итоге мы видим следующее. Игорь Сечин – человек, распоряжающийся государственным имуществом и получающий от него баснословные доходы. Человек, который обладает властью, близкой к безграничной. Властью, которую он использует для обогащения, для устранения неугодных, для сохранения своего положения. Ну и кто после этого олигарх? Игорь Сечин – не единственный олигарх путинской поры. Тимченко, Ротенберги, Чемизов, Миллер, тот же Золотов, в конце концов. Все они непосредственно используют государство для своего обогащения. Но главный олигарх – это, конечно, сам Путин. Человек, который построил олигархическую систему и сам ее возглавил, который использует самую большую власть в стране для самого безудержного обогащения. Нам говорят, что его 20 дворцов-резиденций, его бесконечные кавалькады автомашин, самолеты, подарки друзьям – все это принадлежит не ему и не им, а государству, поэтому не считается. Только вот у власти он планирует быть четверть века, а хочет и больше на самом деле. За четверть века и машины, и самолеты, и яхты, и резиденции – они все самортизируются. То есть, попросту говоря, он и его друзья тратят и потратят эти миллиарды на себя, а государству достанутся вещи, которые надо или менять, или восстанавливать. Не забывайте об этом, друзья, когда вам в следующий раз будут рассказывать о своей беспредельной бескорыстности и об ужасных олигархических девяностях. Смотрите мои видео и делитесь ими. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok